Люди с железным характером и стальной выдержкой. В России свой профессиональный праздник отмечают металлурги. С поздравлениями сегодня к ним обратился и глава республики Сергей Миняйло. В своем телеграм-канале он отметил, для Северной Осетии праздник имеет особое значение. В этой отрасли в нашем регионе трудится порядка тысячи человек. Также в республике находятся одни из крупнейших в стране металлургических предприятий. Заводы «Победит» и «Кристалл». Глава республики поздравил всех работников и ветеранов отрасли и пожелал им здоровья и благополучия, и чтобы выбранное дело приносило только радость. Исторически так сложилось, что Осетия неразрывно связана с этим сложным и почетным делом. А благодаря профессионалам, которых выпускает Северокавказский горно-металлургический институт, наша республика является еще и одной из главных кузнец будущих горняков и металлургов. Сабина Гатагова продолжит тему. В данной лаборатории проводят шерберную плавку для извлечения из концентратов благородных металлов. Всего 40 минут и черновой свинец готов. Все благодаря высокотепловой печи и, конечно, не без помощи специалиста. Металлургия – дело сложное, но важное, если быть точнее, необходимое в работе предприятий, промышленности и даже в повседневной жизни человека. В России эта профессия считается одной из самых престижных. А из Кагмы – единственный вуз на Северном Кавказе, где выпускают квалифицированных металлургов. Кто реализовал себя в этом деле – Руслан Иилуров. Металлургом стать никогда не планировал, но с удачным, как он говорит, стечением обстоятельств, поступил именно на этот факультет. О своем выборе еще ни разу не пожалел. Четко для себя решил связать жизнь с этим делом. Металлургия, любознательность помогли молодому человеку открыть собственное предприятие, будучи еще студентом. Начинали больше углубляться и изучать, так сказать, порошковую металлургию. Это такое отдельное направление в общей массе. Все, что связано с металлургией. Что можно сделать там, что можно придумать, что можно разработать. И вот шаг за шагом мы начинали разрабатывать технологию переработки отходов твердых сплавов. И потом начинали думать, а куда ее теперь деть, где ее можно применить. Для предприятия начали в этом направлении двигаться и продолжаем по сей день. Выпускники СКГМИ востребованы на рынке труда. Поступают сюда ребята из разных регионов. Ежегодно расширяется и география стран. Многие абитуриенты выбирают горно-металлургический факультет. И практически все трудоустраиваются. Мы занимаемся этим вопросом. Устраиваем наших выпускников на работу. В Норильске работают. Но это имеется в виду помимо наших заводов, которые есть во Владикавказе, в Северной Осетии. Для комфортного обучения будущих металлургов в ГУЗе есть все необходимое оборудование. В этом деле важна практика. Поэтому уже со второго курса занятия в лаборатории обязательны. Здесь ребята учатся самостоятельно производить и обрабатывать металл. Успешно готовить востребованных специалистов у факультета получается уже 90 лет. В 30-х годах закрыли рядышком с нами Днепропетровский институт, находится политехнический. Там закрыли металлургическую направленность. В 32-м году первый наш выпуск именно металлургов, 12 человек, приехали именно из Днепропетровского политехнического института. Основной костяк первого профессорского преподавательского состава составляли ученые именно металлургии. Железный характер и стальная выдержка. Такими чертами зачастую обладают люди этой сложной специальности. Трудиться не покладая рук и даже в свой профессиональный праздник для них скорее правило, чем исключение. Правило, которое почти век в СКГМИ передают из поколения в поколение. Сабина Гатагова, Лансуанов. Специально для программы «В итоге». Субтитры создавал DimaTorzok